Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь не совсем привычным и стандартным блюдом для русской кухни. Я буду готовить стеклянную лапшу или рисовую лапшу, как она называется, с креветками, с курицей, овощами и в соевом соусе. Очень вкусно получается, если добавить еще кое-что. А что я с вами поделюсь в этом видео. Это блюдо из тех, что за 30 минут быстро делается на ужин или обед и подается сразу со сковороды. Не нужно ничего ждать, оно вкуснее именно сразу приготовленное. У меня здесь граммов 400 куриные бедра. Можно взять также грудку, одну грудку, но грудку главное не пересушивать. Креветки я возьму вот 400 граммов, нет, 500 граммов у меня здесь креветок. Так, граммов 300-400 на это блюдо тоже достаточно. Пачка рисовой лапши и для соуса, уже когда соус буду делать поподробнее, вместо миндальных листьев, у меня здесь миндаль, можно взять также арахис. С арахисом даже, не знаю, мне вкуснее, но мои любят с миндалем. Чуть-чуть я его поджарила. И так все по порядку. Сейчас уже у меня вот в кастрюльке кипит вода отварить креветки. И буду использовать сковородовок. Вот начинаю с креветок. Отвариваю креветок, закипела вода. Я чуть-чуть ее подсолила. И теперь вот креветки, как вода снова сейчас закипит, варю буквально 2 минуты после начала кипения снова. Растительного масла у меня сковородовок, как я уже сказала, мелко нарубленный чеснок кладу. И его поджариваю до того момента, вот пока он станет такой озолачиваться. Вот только начнет прихватываться. Не пережгите чеснок. И это происходит быстро, так как все готовлю на большом огне. Как любая, в принципе, тайская кухня на большом огне готовится. Чеснок. Вот только-только чеснок прихватывается. Лук-порей. Можно кругляшочками, можно полукольцами. И с луком-порей я сразу же забрасываю вот белую часть от зеленого лука. Четыре пера я беру. Зеленую часть чуть позже. Буквально через минутку болгарский один перец. Я обычно для этого блюда беру красный. И смотрите, вот ничего не надо здесь ни зажаривать, ни тушить. Все делается, во-первых, без крышки. И периодически, вот так все время, нужно помешивать. Перец должен, не должен быть сырой, но он должен такой быть аль денте, что называется, внутри. Через минутку кладу вот зеленую часть от лука. Причем вот реже ее, обратите внимание, достаточно крупно так. Соус. Что я кладу в соус? Четыре столовых ложки соевого соуса. Половинку столовой ложки или чайную ложечку меда. Или можно добавить сюда соус торияки. Можно одну-две столовых ложки. Это уже на ваш вкус. Я не очень люблю торияки, поэтому добавляю отдельно. Хорошо, как видите, прям перчу. Кстати, сюда можно добавить и перчик чили. И самое главное, это имбирь. В молотый имбирь добавляю вот прям чайную ложку. Прям хорошо так добавляю, чтобы имбирь чувствовался. Вот еще чуть-чуть добавлю. Здесь он просто необходим. Иногда добавляю сюда кунжутное масло. Но у меня не все просто любят, когда кунжутное масло. Оно очень ярко выраженный вкус дает. Поэтому вот не всегда добавляю. Но если вы любите кунжутное масло, то добавьте сюда. Тем временем креветки сварились. Вот они должны быть вот такого вот нежно-розового цвета. Я их откидываю сейчас на дуршлаг. Все время помешиваю овощи. Ну, буквально вместе здесь полминутки закладываю курицу. Как я уже сказала, если у вас грудка, следите за тем, чтобы она вот прям внутри была у вас, оставалась сочной. Не пересушивайте, не зажаривайте ее. И на сильном тоже огне, постоянно подхожу, вот мешаю, нужно поджарить курицу. Она жарится очень быстро. Причем она вот сейчас выдаст свой сок. И вот как только сок сойдет, то все, она готова. Будем добавлять креветки. И пока закипает вода у меня для лапши. Лапша будет вариться буквально 2 минуты, не больше. Я вот еще чуть-чуть подсолила, поперчила. 5 минут у меня буквально 4 минуты даже курица была здесь. Она уже готовая. Я люблю, чтобы мясо было сочное. Не поджариваю и не передерживаю. Соединяю теперь вот так с креветками. И осталось дело за лапшой. Если у вас еще лапша, как у меня до сих пор, еще не сварилась, вот вода еще не закипела, то я просто выключу и поставлю под крышкой без огня. Ждать сейчас лапшу. Я вот немножко подсаливаю воду, закладываю лапшу. Лапша готовится очень быстро. Ну вот буквально 2-3 минуты. Попробуйте, что вам на мягкость достаточно. И вытаскиваете ее, откидываете на дуршлаг. Я беру, обратите внимание, вот широкую лапшу. Тонкая совсем вот стеклянная лапша. В этом блюде мне не нравится. Толстая здесь хороша. Кстати, с этим блюдом можно использовать и яичную лапшу, допустим, если вы не любите рисовую. Принцип варки тот же самый, как и у спагетти. Вот только спряталась, размякла лапша под водой. Пару раз ее нужно особенно вначале помешать, чтобы она не слипалась. Но она меньше слипается, чем обычные спагетти. Или, допустим, чем яичная лапша. Поэтому и вот говорю буквально 2-3 минуты и на дуршлаг откидываю. После того, как откинете на дуршлаг, я всегда промываю проточной водой. Рисовую лапшу всегда промываю от лишнего рисового крахмала. И вот этого можно не делать. Но я делаю вот так кулинарными ножницами. Прохожусь, ну буквально, я не знаю, раза 4-5. Лапшу просто-напросто подрезаю, чтобы она была покороче. Так просто удобнее потом кушать. Но как бы это не обязательно. Выкладываю после промывки лапшу в сковороду. Включаю огонь буквально на минутку. Хорошо перемешиваю вот со всем содержимым с мясом, креветками, овощами лапшу. Вот накрываю крышкой, даю постоять 1-2 минуты. И остался последний штрих. Последний штрих это миндальные листья. То есть или арахис. Я говорю, что с арахисом тоже очень вкусно. Мне даже нравится отлично. Мне больше, чем с поджаренным арахисом, больше, чем с миндалем. Обязательно подсушите миндаль или арахис. И посыпьте вот так вот это блюдо. Орехи здесь настолько вот в тему. И очень такой изысканный вкус дают. Вам понравится. Что касается специй. Имбирь обязателен. Перец. Насколько остро сделать. И соевый соус. Попробуйте вот когда овощи делала. Попробуйте на вкус. И вы поймете, вам нужно что-то добавлять или не нужно. Здесь уже дело вкуса. Я сегодня побила все рекорды. Приготовила это блюдо за 20 минут. Оно на самом деле очень легкое. Как на обед, так и на ужин. На ужин замечательно. Готовится просто. Из всех доступных продуктов. Приятного вам аппетита. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам всегда спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!